Всем привет! Сегодня 7 мая 2017 года. Мы с удовольствием встали пораньше и поехали посмотрели генеральную репетицию Парада Победы. Более 110 единиц боевой техники принимали участие. Было очень интересно, попробую прокомментировать то, что мы увидели. Регендарный советский средний танк. Самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны. Танк Т-34-85. Боевая масса 32 тонны. Скорость 55 км в час. Экипаж 5 человек. Танк везут на специальной платформе, потому что он очень тяжелый, может повредить своими гусеницами дорожное покрытие. Но непосредственно на подъезде к Красной площади танк пойдет своим ходом. Бронеавтомобиль Тигр-М. Масса 7 тонн. Скорость 140 км в час. Экипаж и десантирование 10 человек. Бронеавтомобили Тайфун У и Тайфун К. Предназначены для перевозки личного состава, а также для установки различного целевого оборудования или систем вооружения. Боевая машина пехоты. На базе перспективной унифицированной гусеничной платформы Курганец-25. Боевая масса машины 18 тонн. Скорость на плаву 10 км в час. Скорость по шоссе 70 км в час. Десант 5 человек. Экипаж 3 человека. Танк Т-14 «Армата». Танк Т-72Б3. Танк на платформе «Армата» создан в качестве нового основного боевого танка российских сухопутных войск. С принципиально новыми тактико-техническими характеристиками. Боевая масса танка 41 тонна. Скорость пересеченной местности 35-45 км в час. Экипаж 3 человека. Танк Т-14 «Армата» Самоходная гаубица Коалиция СВ Это артиллерийская установка, использующая шасси платформы Арматы для передвижения. Коалиция СВ является перспективной заменой 152-мм самоходной артиллерии. Вместе с шасси масса гаубицы составляет менее 55 тонн. Самоходная гаубица МСТА-С. Масса 42 тонны, экипаж 5 человек, скорость по шоссе 60 км в час. Ракетный комплекс «Эскандер-М». Минимальная дальность до 50 км, количество ракет на боевой машине 2, масса боевой части ракеты 4 тонны. Время допуска ракеты от 4 до 16 минут. Экипаж 13 человек. БТР-82А, масса 15 тонн, скорость на плаву 9 км в час, скорость по шоссе до 100 км. Зенитные ракетные комплексы ТОР-М2У и БУК-М2. Всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы, предназначенные для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Арктический вариант зенитного ракетного комплекса ТОР-М2, создан на базе гусеничного транспортера ДТ-30, приспособлен для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-СА» сделан специально для применения в условиях Крайнего Севера. Многоканальная система захвата и сопровождения целей, скорострельные пушки современной зенитной ракеты позволяют комплексу гарантированно уничтожать любые воздушные цели в радиусе 20 км. Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Максимальная скорость поражаемых целей – 4800 метров в секунду. Одновременно обстреливаемых целей – 80. Одновременно наводимых ракет – 160. Время развертывания системы с марша – 5 минут. Ракетный комплекс «Ярс» – подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «РС-24» управляется усовершенствованным вариантом ракетного комплекса «Тополь-М». «Тополь-Мама, что это?» «Тополь-Мама, что это?» На автобусах все приехали Много-много-много автобусов Там впереди Красная площадь Все-все-все Со всех регионов приехали Сейчас нас отсюда как раз гонят Хотя не должны Мы же никому не мешаем Мы же за загородками В честь чего? Не думаю Людишки на мосту Мы так в прошлом году стояли Входит дядька с рупором орет С рупором С рупором С рупором Командую Классный рупор Ну заграждение портит все Ну Заграждение портит все В audition С рупором Трап ottит все Берем Постюм Постюм Классный рупор Едем Классный рупор Классный рупор Классный рупор Классный рупор Продолжение следует... 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 Продолжение следует...